В пятницу 2 декабря Палата представителей США вслед за Сенатом приняла проект оборонного бюджета страны на 2017 финансовый год, который фактически налагает запрет на военное сотрудничество с Россией. Согласно документу, диалог Москвы и Вашингтона возможен лишь случай, если Россия выполнит ряд условий. В частности, американская сторона требует, «прекратить оккупацию территории Украины, прекратить агрессию действий, угрожающие территориальной целостности Украины, соблюдать Минские соглашения о прекращении огня на востоке Украины». Кроме того, Конгресс США запретил выделять средства на любые действия, которые признавали бы российский суверенитет над Крымом. При этом авторы инициативы подчеркнули, что при определенных условиях и в национальных интересах США запрет может быть снят. Для этого министр обороны и госсекретарь должны будут убедить Конгресс, что Москва выполнила поставленные Вашингтоном условия. Ограничения, предусмотренные законопроектом, не затрагивают сотрудничество двух стран по Афганистану в области логистики, поскольку Россия – важный партнер НАТО по доставке грузов в Афганистан. Стоит отметить, что российская сторона неоднократно указывала на то, что не является субъектом минских договоренностей и не имеет притязаний на территории Украины. Кроме того, за воссоединение Крыма с Россией на референдуме проголосовали большинство жителей полуострова. Вместе с тем, американские законодатели выразили мнение, что Россия якобы в принципе проявляет агрессию. Двухстороннее военное сотрудничество представляется необоснованным до тех пор, пока Россия продолжает проявлять агрессию и запугивать партнеров и союзников США в Европе, говорится в документе. В рамках поддержки союзников Конгресс согласился выделить почти 3,5 миллиарда долларов на укрепление боеспособности стран НАТО в Европе. Военный бюджет США предусматривает также помощь Украине в размере 350 миллионов долларов. Половину этой суммы Киев получит, когда успешно проведет оборонные реформы. Как отмечается, они должны привести к усилению контроля за деятельностью Украинского Министерства обороны, повышению открытости, созданию условий для приватизации в военно-промышленном комплексе страны и борьбе с коррупцией. Добавим, что общий размер бюджета Пентагона, согласованного в Конгрессе, составит 618 миллиардов 700 миллионов долларов. Продолжение следует...